Да, друзья. Я сегодня уже второй раз показываю эту презентацию. Я сделал ее в вашем выпуске сегодня. И эта презентация касается запуска лаборатории социального предпринимательства на площадке, на которой мы сейчас и находимся. То есть, исторически у меня есть проект Школы социального предпринимательства на Лакевно. Вот тут есть ее сайт и логотип, соответственно, через которую за пять лет прошло порядка тысячи разных молодых людей с проектами, в общем, там больше пары сотен проектов, много чего произошло. Это такое рассеянное сообщество, неформальное абсолютно. И вот в процессе работы по Школе, реализации чего-то еще, мы вышли на партнера Центра молодежи Альтаи, на площадке которого мы находимся, на одной из площадок, который по разным причинам исторического характера сам шел к какой-то такой идее и, в общем, поверил в этот замысел, и мы договорились еще о партнерстве. Смарт-концерт некомерническое партнерство, в котором я, соответственно, занимаюсь такой деятельностью, стал партнером Центра Альтаи, и мы говорили еще о развитии лаборатории, ориентированной на молодежь, соответственно. Эта лаборатория посвящена тому, чтобы молодежь вовлекалась и более активно реализовала свой потенциал, более в широком контексте социального и креативного предпринимательства. Речь идет не только о бизнесе, речь идет и просто о социальных и экономических проектах, речь идет и о бизнесе, то есть проектах с экономической отдачей, как социальном предпринимательстве или социальном бизнесе, так и, возможно, просто бизнесе, но который имеет хорошую отдачу, создает что-то ценное и новое, чего до этого не было. И мы ориентированы на людей, которые уже понимают, что хотят, уже что-то делают, имеют какие-то ресурсы, но при этом еще, может быть, имеют очень много дефицитов, может быть, не могут позволить себе снимать офис, потому что у нас это дорого. Может быть, есть инкубаторы, есть инкубаторы в городе, в Зершинском, кажется, районе, дальше будет на левом берегу инкубатора, есть каворкинки разных коммерческих, например, на депутатском, где он находится, есть площадки, которые гостеприимные, один такой частный инкубатор находится через дорогу от нас буквально, но большая часть этих площадок ориентирована на классические бизнес-проекты, такие стартапы и так далее. И поскольку у нас школа социального предпринимательства, мы решили, что есть такая очень хорошая ниша, работа с аудиторией некоммерческих проектов или проектов с небольшим доходом, но при этом создающих определенные ценности сообщества. И у нас юридически это в стране никак не закреплена самодеятельность вот такая, социальное предпринимательство не выделено, еще не до конца понятно, что из этого вырастет всего, но мы в своей практике столкнулись с уже большим количеством разных проектов, которые в этой сфере эффективно, успешно действуют, и понимали, что на разных этапах у них такие запросы были, на какое-то общее образование развития и прочее. Сама школа работает как событийная площадка, то есть мы пришли к тому, что пару раз в год мы собираем определенное количество десятков молодых человек, там от 50 до 100 человек, на 4-5 дней, на выездной интенсивный семинар, проектный тренажер, и в ходе него они стараются улучшить свой проект, найти новых партнеров, в общем такая интенсивная среда развития. Это отработанная технология, мы ее тиражируем в другие города, заинтересованы в этом, и в дополнение к этой технологии мы под тем же брендом новотеры намерены сделать такой совместный проект в виде постоянно действующей лаборатории. При этом он ориентирован не только на наших выпускников и клиентов, то есть все участники лаборатории могут быть потенциальными клиентами новотерами или партнерами, но это не является обязательным, это открытие проекта. Соответственно, что касается, в сути, да, мы имеем ряд партнеров действительных и потенциальных, но при интересах которых мы понимаем, очень заинтересованы в привлечении медиапартнеров, которые стоят такую пиар-поддержку наших, соответственно, резидентов, самой лаборатории, ну, с целью повышения качества, опять же, участников. И пока, соответственно, активно смотрим те социальные и деловые сети, которые могут привести к нам интересных участников. Некоторые знаем, в частности, вот, партнером проекта является команда «Бизнес-драйф» имени Дениса Владимировича. И товарищей. – Ни-и. – Ни-и. – Вот. Значит, что касается такой предельно общей схемы, мы надеемся, что на этой площадке, пока речь идет только о этой площадке, хотя она имеет тенденцию к разрастанию, и мы будем искать другие площадки, которые готовы принимать проекты и такую следу поддерживать, да, и имеем потенциальную площадку на Романово-хорошую, тоже центральный дыр, которую они хотели бы сделать таким инкубатором, постоянно действующим, большим, но требующим капиталовложений, да. Мы хотим, чтобы вот на этой конкретной площадке было, вот видите, от 12 до 25 постоянно работающих команд. Это, ну, от 50 до 100 человек. Они не круглосуточно здесь работают, не 8 часов в день, это более свободный режим, кто-то по вечерам, кто-то днем, кто-то когда-то, да. Вот. И такой срок резидентуры предполагаемый от 14 до 12 месяцев. То есть, например, люди делают конкретный проект, какой-нибудь, не знаю, фестиваль ледовых скульптингов среди молодежи, да. Вот. Понятно, что там срок проекта весьма. В конце четверти, в конце четверти, в конце четверти. Или люди делают длинный, большой проект. Например, международный фестиваль, прибыль в России проводит. Вот. Может быть, они на 12 месяцев только. Или они запускают бизнес, который дальше будет продолжаться. То есть, проекты могут быть длинными, но срок резидентуры, вот такой, он, возможно, будет продляться. Но изначально мы предполагаем заявки 4, 8, 12 тысячи. И люди сразу выходят. Мы будем проводить сейчас первый конкурс резидентов уже в июне. Соответственно, люди заходят, реализуют площадку. На площадке проект свой, пользуюсь какой-то поддержкой. И затем выходят. Дальше работают. Ну, вы хотели бы, чтобы они оставались в какой-то чете. Например, мы недавно придумали чатку. И надеемся, что здесь, я говорю так, будет иметь хождение. Значит, помещение, которое мы находим. Вот видите, тут Серебреняковская. Она прямо правильно расположена. Вот там, за спиной Серебреняковской. Мы с вами сидим вот здесь, соответственно. И вот есть разные зоны. Там будет тренинг-зал и конференц-зал. Тут будет входная приветственная зона. Тут будет совещательная комната. Тут у вас как-то есть еще колонки. Может быть, спокойно. И это запасный выход. То есть, при каждой двойке, где есть места для парковки иногда. И много всего еще. Значит, дальше... Кстати, сегодня мне пришлось трижды вести или четырежды вести переговоры. Вот я выехал буквально вверх. Я ездил по центру участия. За это время четырежды было переговора о том, чтобы как-то люди разъехали. То есть, выходил из машины и активно общался. Очень, да. Очень это очень... И все-таки общительные, главное. Прям я тот самый. Все готовы к коммуникации. Вот. Кто резиденты? Вот видите, мы думаем вообще любые молодежные проекты от 14 до 30 и даже 35 лет. Либо ориентирован проект на молодежь, либо молодые люди ведро команды. В идеале и так, и так. Ну, необязательно. Вот. И мы, конечно, денщики, прежде всего, вот разные программы. Давайте так. Кто из вас про Энвариджи он слышит? Кто этого слышит? Хорошо. Про Энвариджи он слышит? А про сайт? Я со статусом работала. А ты со статусом работала? И всех, и старых. И вообще, да. И вообще, да. Тело 6, 5, наше старое логотип, соответственно, тут, да? Представление, с которым мы работали в программе «Территория развития» еще было. То есть, вот, в выпуске этих и там еще многие другие программы, которые пока не размещены, да? Но, первое. Любой человек может... Это всего лишь каналы привлечения. Да, вот здесь. Значит, с кем мы обязательно будем общаться по этому поводу, чтобы они рекомендовали кого-то и прочее. Любой может заявиться, система открыта, но... Первое. Мы надеемся, что, помимо того, что они будут внащить вклад в развитие города, креативный или социальный, решая социальную проблему, да? Они будут участвовать в формировании вот здесь пространства, внащить вклад в саму лабораторию, да? Какой-то. Ну, там, дизайнеры, понятно, могут с дизайном помочь, да? Там, кто-то с мероприятием может помочь, кто-то... Здесь компания, которая видела с настройкой системы информационной, будет помогать, чтобы у нас были, ну, возможности там, с термером эффективно пользоваться и так далее, да? Вот. Как здесь, так и снаружи. И... Мы заинтересованы в том, чтобы эта площадка была публичной городской площадкой, да? Для наших церевых и церевых. То есть, самые социальные и креативные молодежи, которые не резиденты, но, тем не менее, социально ориентированные и креативные. То есть, проводить мероприятия для них разные интересные, повышая их интерес в лаборатории, в такой деятельности и так далее. Вот. И преимущество, вот тут у меня только тезисы начали рождаться, это, прежде всего, сервисы разных партнеров. Вот мы сюда, вот видите, Дениса уже заманили сюда. Да? Еще лопался. Да. И еще, там, некоторых людей тоже активно заманивают. Вот. Эти сервисы могут начать как бесплатный характер, так и платный, но мы хотим отработать стену больших скидок. То есть, с под 50 до 90 процентов. А скидка 10 процентов, это не скидка, а это маркетинговый вход. А вот, когда скидка 50 процентов-90 процентов, ну, уже в 2020, это уже что-то серьезное. Ну, такие точечные внутри сообщества. Соответственно, скидки внутри сообщества тех, кто здесь друг для друга, ну, это обычная практика всех каворкингов, инкубаторов и так далее. Так и скидки внутри более широкого сообщества, выпускников, экспертов, партнеров и так далее. Вот. Ну, это понятно, что здесь будут оборудованные рабочие места с доступом к оборудованию и так далее. И с каким-то небольшим, пока обсуждаемым, вот, взносом. На участие? Скидки на обучение, на консультирование, ну, и так далее. На разные услуги. Те, кто входят в сообщество. Да, те, кто входят в сообщество, да. То есть, например, дизайнер продает свою услугу за, там, 5 тысяч рублей, ну, не знаю, разработку, там, фирменного степа начинающей, да. За 5 тысяч продает. А внутри сообщества он дает сообщества. Вот. И тогда, ну, понятно, что он делает это по ходу, когда он будет в регионе и так далее, да. Ну, тем не менее, да. Отличный такой дискурант. Во сколько местах? Вот, я уже проговорил, там чуть выше была такая информация. Мы надеемся, что вот до 25 проектных команд. Рабочих местных стационарных будет вот среднее между этим количество. Надо, понятно, что будут прям закрепленные рабочие места. Ну, не надо понимать, что вот это рабочие места, закрепленные, например, за двумя командами, которые между собой как-то делят, да. Ну, там, парни места или как-то еще. А будут такие свободные. Вот, например, в том зале мы хотим организовать такую систему, что если, ну, человек приходит со своими руками. То есть, по-другому, без компьютера, ну, без предоставления. Ну, или, ну, парни, ну, подходящих. Да, майфай. Уже есть и сделаем больше, да. И, ну, подключаются и работают. То есть, дело, по-другому, по-другому. Пуфики. Пуфики. Мы работаем над этим. Ледики, да. Ледики, пуфики. Возможно, у вас все еще на релакс. Да, 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 да. И вот, да, да. Ничего не надо. Просто комната, вот такой ворс как ковра и много пуфиков. И много пылесосов. Идеально. Идеально, да. Пришел. Да. Диалог. Это очень обстановлено. Это заплатил. Да, да. Ворс как ковра. Ничего не надо. Вот такой ворс. Три пылесоса. Пылесоса. Отлично. 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 Это уже свое что-то может быть. Да, да, да. Ну, вот. И если идти дальше, то, ну, вот, да, программа работает. Будут мероприятия самой лаборатории. Ну, вот, например, мы в следующий четвертый будем дать консультацию нашу там в шерстешной лаборатории, да, вот, по участию. Будут мероприятия резидентов и партнеров. Ну, вот те они, например, будут относиться к мероприятию партнеров. Да, будут те они. И когда были к нам приезжать в бочки, соответственно, да. Ну, или вот пример. Еще один был в гостях Мужей занимательных наук. Они у нас наши выпускников шерстешных лаборатории от интернета, там, и так далее, да. Вот. Они могут, ну, я так, для примера написал, что-нибудь тут тоже проводим по теме своего проекта. Решая свою задачу, ну, и предоставляя возможности самореализации для других молодых людей. Да? Вот. И вот просто внешние мероприятия ориентированы на нашу аудиторию. Доходят и проводят. Теперь. А, в смысле, вот Чистяков, там, все вопросы? Не знаю, про Чистяков, может быть. Социальные вопросы. Да, хорошо. Пустили. Социальные вопросы. Вот. Ну, пока просто. Так у них 28-го как раз будет там. Я там, возможно, буду, наверное, 18-го. А, 18-го. 18-го, это я. 18-го, 14-го. Угу. Вот перспектива, да, что от этих площадок будет несколько разных. Ну, и у них, в принципе, по другие площадки знаем, отслеживаем, вот, что тут будет эта система работать как акселератор, такой ускоритель. Ну, т.е. у человека, который заходит, он подключается в базе данных общей, вот здесь, да, он подключается к полуэкспертов, там, ну, и так далее, и так далее. И вот даже, да, что вот какой-то будет городской... Ну, почему? Мы когда понимаем, что есть люди, как они работают, проще идут людей продавать, да. И, в принципе, вот, мы формируем так экспертный совет, там есть разные люди, например, есть люди, которые организуют уже который день, там, все парады и дни города, не знаю, все творческие коллективы, выступающие на крупных площадках, да, и всю историю. Есть люди, которые, там, российские счеты какие-то знают. Есть люди, ну, вот, Денис, например, будет ускорять на совете, который, ну, имеет свой контакт с этим предпринимателем и прочее, да. И вот очень хорошо происходит такой нетлокинг между собой и иногда во мне. То есть это вот может ускорять. И, да, действия отбора, они такие пока официальные, нам сегодня уже посоветовали их упростить, вот, ну, немножко так сфолнировать, ближе к налогу, что ли, да. Мы думаем над этим? Ну, все это было 10 баллов. Баллов, да, баллов. Мы имеем в виду, что это равнозначение будет. То есть ваш проект уже должен быть, ну, какой-то устойчивый, какие-то ресурсы у меня уже должны существовать, чтобы сюда строить. Вот. Ну, и мы должны что-то в этом пространстве приглашиться, в принципе, найти возможность такого небольшого взаимодействия делать. Вот. Вы, соответственно, что там, ну, создаете цены для экономики или общество такое. Значит, и у вас, видите, есть молодежь в гидре проекта или следит за его историей. Да. Мне очень эти вот критерии поры, потому что мой проект по всем критериям, которые я начинала, подходит. То есть мы меняем, да? Повторяйте. Нет. Я не вижу, что мой проект... Надо смотреть. Видишь, что потом будет сравнение, мы надеемся, что будет некоторая конкурентная ситуация всегда. Понимаешь, да? То есть вот есть проекты, которые просто проходят, а есть проекты, которые очень-очень проходят. И понятно, все равно, количество мест ограничено, мы заинтересованы в привлечении тех, кто дает большую отдачу. Плюс проекты, которые, ну, синергию будут образовывать. То есть, например, нам точно важно, чтобы здесь было что-то там с веб и прочее, да, ну, с интернет. И важно, чтобы было что-то с дизайном, например. Для самого лаборатории или для резидента. Это точно, ну, взаимно востребованное слово. Не долго продажник сюда посадить и все выиграют. Нет, продажник тоже у нас есть там, да, целая... Есть проект-проекты про продажи, которые могут здесь быть. То есть, вот, тут выбор такой, да? Он, как бы, не совсем нормальный, а важный, да? Но при этом все равно пространство будет оставаться открытым. Просто участники резидента имеют преимущественные возможности, да? Мы надеемся, что система будет открытой, ну, молодой пропускной способностью. Да. Вот. Убор будет. Убор будет. Убор будет. Убор будет. Вот. Так. Ну, что еще? Да, это уже так. Собственно, да. Конкретика. Вот. Мы на днях хотим объявить конкурс. Вот. Что? Можно подавать заявки. Вот. На сайте там повещено где-то еще, да? Потому что дальше, в следующий четверг, через недельку, будет консультация здесь. Ну, вот. С обсуждением там проекта, заявки, там чего-то еще. Открытые для всех. Можно, ну, кого-то рекомендовать. Ну, тоже вот здесь или в том зале посмотрим. Проведем, да. И 27 июня уже, соответственно, после совершения эксперты, мы сейчас, кто по формальным критерам соответствует, хотим, вот, в честь праздника международного социального бизнеса, дайте небольшую очередь экспертизу познакомиться. То есть такая экспресс-презентация проекта и программа работы на лаборатории. Зачем нужно будет сюда приходить? Ну, таким образом, летом у нас тут будет прощатка усовершенствоваться. Видно, что она вот пока еще живет в формате такого традиционного, молодежного центра, скульной системы работы, да. Мы хотим вот параллельно сделать такой пилотный запуск площадки на первые семестра условно, да, первые четыре месяца. И одновременно заниматься вот улучшением этой площадки, да. Вот. А в октябре уже проводить второй конкурс. И дальше. Да, да. Ну, вот так, по ходу, чуть-чуть. Собственно, да. Мои контакты есть, как есть визитки, кому интересно. Да, и буду рад обратной связи. В формате, например, просто знаю классный проект, или вот совсем непонятно, или вот как привлечь, очень интересно, как привлечь медиапартнеров, ну, конкретных, да, которые причем вот на нашу целевую группу работают, а не вообще. И очень интересно, как привлечь правильный проект. Правильный. А что? Правильный. Правильный. Это означает, что он очень хороший вносит вклад в город, создает что-то новое, ценное, социально-инновационное, да. Или очень сильно меняет среду городскую какую-то, да. То есть, тут сложно, ну, то есть, например, в то же время первый фестиваль фотофильмов, да, это был очень правильный проект, ну, такой креативный, да, новый жанр продвигает. Сейчас уже такая тема более раскрученная. Но если бы мы значительски проводили времен международный фестиваль фотофильмов, да, это было бы тоже очень правильно и хорошо. А то есть, он как бы пока что, я услышал, ну, он обо всем пока что. То есть, ну, и при этом говорилось о мега-синергии проектов, которые бы здесь организовывались, да? То есть, есть какие-то уже предпочтения по поводу проекта? Ну, вот веб-дизайн, а еще что? Ну, давай так, тематически он открыт. Ну, я догадываюсь, что, к примеру, проект, связанный там с детьми или с образованием для детей какой-то сильным, нам интересен, у нас просто как институт, значит. Проект вот, связанный с инвалидами там, тематически, нам интересен, да? Мы не знаем, как и ничем могут быть полезны для людей, но они, ну, по обществу, да? Детские сады, ну, с детьми, детские сады частные. Это сейчас новый тренд, то есть, действительно активно развивается идея. Причем бизнес-модели уже проработаны. Огромившие деньги на пенсию зарабатывать пользу принесут. Ну, да, 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 точно. Ну, это классический социальный. Непонятно, зачем просто проекту про частные детские сады сюда приходить? Он просто делал в частности, где списал, и все, да? Вот. Если будет эффективный проект, развивающий качество предоставлений на прямую службу, в частности, или просто среду какую-то? Я знаю, что было эффективно. Детские сады, если решили, а что не решили? Хорошо. И мне интересно, как Вы, допустим, потом... Хотя бы очень быстро знать. Алло. Слава. Отправлюсь в Москве чуть-чуть позже. Шоптенко Вячеслав? Шоптенко. 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 Украинец. Не понимаю. У меня сейчас разговорение в участке в мозгах. Да. С одной стороны, время закончилось, я как модератор должен сказать стоп. Правильно. С другой стороны, ты как хозяин нас пригласивший, и партнер, я, прежде всего, за формат. За формат? Да. Я за формат филы. У меня вопрос еще. А как вот, допустим, фотографы, которые там Новосибирск фотографируют и прочее, как они могут быть привлечены к другой проекту? Чем их заинтересовать? Ну, давай так. Я не знаю фотографов, которые фотографируют Новосибирск лично. Ни одного. Вот. Я знаю просто фотографов какое-то количество. Ну, к примеру, у нас вот один из выпускников участников школы, Аттём Матиньев, фотостудия, фотоаппарат. Вот. Он сам проводит фотошколы. И, в принципе, ему, он готов к цели популяризации там студии, там, ну, определенных жанров, он, например, там, подвигает определенные форматы, там, фотоистории и так далее, да. Он готов проводить открытые мероприятия на этой площадке. Потому что его офис в Дзержинском районе, туда надо еще попасть. Ну, честно скажу, да. Вот. А сюда попасть проще. Ему эта площадка интересна. И, соответственно, эти форматы могут быть связаны. То есть, Фаскукнёс. Ну, для него это такое вон приехать. Это и консультационное. То есть, он может сказать, как сформировать ТЗ, например, на фотосостоянии. Понимаешь? Да. Как выбрать фоток. Для общественных сетов это будет очень полезно. Большинство проектов до сих пор не имеют качественного визуального продукта. Да. Он понимает многое дело визуального продукта, он понимает, как это сделать. Как сформировать грамотное ТЗ на визуальную позицию с твоего проекта. Это то, что ему интересно как фотографию. Понятно? И, ну, как прочитал, как безнастроенно предприниматься. Евгений, зона твоего роста укладываться в 20 минут. 20 минут, Евгения, закончились. Время после общения, то есть, как бы, что было ценно для тебя в твои 20 минуты? Ну, первое, я сумел рассказать это за 20 минут. Даже, правильно ответив на три небольших вопроса, по ходу уточняющих раз. Второе, я понял, что мне требуется минут 20, чтобы это рассказать. Третье, соответственно, я понял еще пару точек, где можно, ну, улучшить эту презентацию. Ну, как пока, внутренне понял. Вот, это тоже не важно. Ее важно потом, ну, кому-то, публиковать и рассказать, нам еще не спекаться. Вот. Четвертое, ну, мне кажется, я почувствовал интерес к проекту, вот, и я надеюсь, что, ну, еще смогу его реликовать. Давайте поддержим. для вас расп dish. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...